Сегодня в нашем цикле очень интересный семинар. У нас в гостях заместитель руководителя отдела научно-методического обеспечения, ответственного за подготовку сборных команд страны к соревнованиям, а в частности к прошедшим недавно Олимпийским играм. Доктор педагогических наук, профессор Евгений Борисович Микинченко поделился с нами современными технологиями подготовки методического, фармакологического, восстановительного сопровождения сборных команд. Евгений Борисович обладает достаточно большим опытом в данной научной области и является автором и соавтором таких известных специалистов фитнеса и спорта трудов, как теория методика аэробной тренировки, локальная мышечная выносливость в циклических видах спорта, оздоровительная методика по системе изотон, методы управления состоянием клиентов в оздоровительных фитнес- и спортивных клубах. Многие труды он написал в соавторстве с известным профессором Виктором Николаевичем Силуяном. Поэтому я, конечно, в восторге от услышанного сегодня. И меня удивляет, почему такую эксклюзивную информацию не приходят и не слушают тренеры, которые считают себя профессионалами в фитнес-индустрии, считают себя профессионалами в спорте. Потому что это нигде не печатается, это нигде нельзя послушать, кроме как у нас. Потому что это, если можно сказать, самая последняя, самая свежая информация, которая только принесла плоды в виде олимпийских медалей. И мы сегодня, по крайней мере, ознакомились с методами тренировок и контроля, по которым работает элита российского спорта. Ну, это очередной семинар в лаборатории, который является, я так понимаю, одной из ведущих лабораторий в Москве на сегодняшний день. Которая действительно по-серьезному подходит к вопросам и физиологического тестирования, и разработки тренировочных программ. И самое главное, что очень актуально на сегодняшний день – подготовки тренеров. В рамках вот этих, может быть, трех задач тема лекции звучит так. Это современная система подготовки спортсменов и нейроэндокринные аспекты обеспечения физической подготовки. Основная цель этой лекции – дать необходимый объем знаний практикующим тренерам, как в области спортивной подготовки, так и тренер, так и фитнеса, в области того, какие основные ключевые моменты должен предусмотреть тренер для того, чтобы управление тренировочным процессом его спортсменов было эффективным. Это первый аспект тренера. И второе – все прекрасно понимают, что физическая подготовка – это все-таки в большей степени процесс не только педагогический, но и именно биологический. И ключевой момент – это управление реакцией нейроэндокринной системы именно в процессе тренировки. Поэтому во второй части лекции мы обсуждаем, как различные системные гормоны или различные факторы роста или различные генетические механизмы работают на то, чтобы тренировочный процесс был именно эффективным, чтобы получить вот тот самый анаболический эффект, минимизировать катаболический эффект с тем, чтобы показатели подготовки спортсменов, экспоративные результаты в конечном итоге, ну, росли, скажем так, быстрее при том же уровне затраты сил, средств, ресурсов и так далее.